Друзья, привет! В этом видео ставим третью опору, вот так вот она выглядит. Третью опору поставил. Меняем в этом видео сцепление. Моему сцеплению, походу, пришло время меняться. Валю на 215 винило, вроде как оригинальное. Вот, и поменяем тросики ручника. Взял два, просто один покороче, другой подлиннее. Там, походу, посмотрим пьесы. Все, едем по сервис 56, к Александру и будем заниматься. Расскажи про трансмиссионные стойки, про сцепление. Вот вроде как оригинальное сцепление. Валю на первичном отделе. Как это все работает? Да, это вот, когда вот это вот, ну, обратно не пружинка, а вот это болтаться начинает, вот оно и начинает там тык-дык-дык-дык-дык, ну, дергать его. То есть, называется рассмиссионные стуки, правильно? Да, да. Вот, вот это сцепление новое. Вот оно пружинит. Ну, там внутри маленькие пружины стоят, то есть, вот он, ну, первое. А дальше уже, когда трогаешься, ну, да, 4, я смотрю, зажимает, да? Да, 4 начинает работать. А первичный, вот он, зацепленный. Визуально вроде нормально? Да, вроде, да, качественно. Теперь что, мы снимем заводское, посмотрим, что там стоит. Ну, должно быть вот такое же сцепление вроде стоять. От шевика, и тут 215 оно идет. Вот, и посмотрим, что за 49 тысяч километров у нас с ним произошло, правильно? Все, прошел денек, Александр разобрал, снял мне диск и говорит, какого хрена ты его меняешь? Вот, смотрите, 50 тысяч пробега, да? Ну-ка, примерно. Одинаково, короче. Чуть-чуть. Ну, да, чуть-чуть. Вот. Но все равно разобрали, и вам показать, что вот, что происходит с родным диском за 50 тысяч, в принципе, езди-езди. Ну, да, есть вот, конечно... Ступица, ступица, только вот разболталась, болтается. Да, и пружинки чуть подсели, да? Они чуть-чуть, да, вот они прокручиваются. Прокручиваются. Так-то они еще работают тоже. Все работает, да. Но у меня почему-то в голову село то, что вот, надо его менять. Вот мне так кажется, и все. Понаслушался, всех насмотрелся всего. Вот точно такой же, только новый. Так, вот он прям это. Тоже валю, но новое. Так что никого не слушайте. На родном валю ездите, ездите. Даже несмотря на мой автомобиль, да, то, что мы катаемся там, буксуем, не знаю сколько. Здесь выработки почти нет. Короче, можно продать. Чуть-чуть, да, но оно еще хорошее. 500 рублей продаю. Запас оставшийся. Не, а так, по сути-то, да? Поставь да езди, ну, кого совсем все плохо. Тут, смотри, выработки-то нет никакой. Нет ничего еще, вообще. Новое. Вон запас, нормально сцепление. Ну, и здесь еще, езди-заезди. А с выжимным что покажи? Ну, выжимное лучше это. Надо было все-таки поменять, да? Ну, да. У меня на холодный заведешь с автозапуску, выходишь, и выжмешь сцепление, переставало. Шумит там. А там смаз какая-то, видите, присутствует? Да, куда не залезешь. Ну, вообще должно быть. Ну, как бы сновья она должна быть, да? Ну, да. И вот новое. Ну, он прям тугой. Ну, то есть даже не это. Ну, то есть оно, я имею в виду, заводскую идет, уже смазанную. Туда никак ничего не добавишь, да? Нет, туда не залезешь. Здесь железный пыльник. Все его, ну, то есть если его выкариваешь, ты назад его не поставишь. Это получается на весь срок службы автомобиля. То есть как поставил, и все, ездит, да? Да. Ну, туда же вода попадает, все вот это. Ну, вообще не должна, тут сальник как бы. Думаешь, герметично? Да, ну, вообще должен. Так, и Александр говорит, надо на мотковике поменять подшипник. Подшипник, да. Да, я заехал. Вот такой купил подшипничек. Вон, 202, что ли? 202. 202, да. Просто заехал к официалам 450. А это вот заехал к товарищу. Ну, вот здесь вот ссылочка будет. У него подшипники есть. Вот, 400 рублей я взял. Тоже заменим. А почему, кстати, надо было менять там? Ну, он подклинивает. Подклинивает, перекатывает уже, да? Он не это, он там ржавый какой-то. Как говорил, менял сразу туда тросик ручника. У меня, получается, с правой стороны тросик не работал. Вот он, родной тросик. Вот она, правая сторона. Он сгнил, опломился. Сгнил. И, походу, там он уже не двигался, да? Да, он заклинивший. Чтобы здесь не шевелится вообще. Как говорил, я покупал, то есть брал у человека два троса. Один покороче, другой подлиннее. Александр говорит, поставили подлиннее, да? Подлиннее, да. Ну, это вот 21-й. Да, и 21-й. Померили. То есть у них тоже есть разница там. Еще, говорят, есть отшивеньевые какие-то. Вот, он короткий, а тот был как раз ближе. Ну, понятно. Ну, все, теперь у меня новый тросик. Все будет по феншую. Итак, вот маховик у нас. Маховик тоже вообще даже не выработки, ничего. Все идеально, да? Все идеально. Единственное, вот этот подшипник, который внутри 202-й, мы его заменим. Да. Как и сказали. Я уже протер его, а я говорю, когда вытащили, он прям, там ржавчина прям на нем была. Но все-таки влага попадает. Вот эти лужи, переезды, рек. Все-таки, наверное, дают о себе, да? Да, да. Для подшипников это нехорошо. Вот. И меняю я коробку сразу. У меня есть запасная коробка. На ней пробег что-то там около 15 тысяч. Сейчас вам ее покажу. Так, это вот моя коробочка. Родная, заводская. Что там? Ну, штучит. Ну, это от чего? Подшипник. Подшипник, да. То есть, надо разбирать, менять. Хотя, говорю, есть видео по гарантии мне здесь полностью его. По-моему, меняли раза два. Меняли подшипники. Потом сам непосредственно первичные меняли. И все равно, как тут у нас гудит, слышно его постоянно было. А вот моя запасная коробочка. Здесь Александр говорит, что летит, даже говорит, как бы еще не проработались шестереночки. Ну, сейчас отлично. Все нормально. То есть, вот ее хочу поставить. А на родную, может быть, возможно, занижение поставим. Пишите, стоит ли не стоит занижение. То есть, получится и в раздатке, и в коробке занижение поставим. Тоже пусть лежит, как в запасе. Александр что-то мне написал, говорит, старая коробка, которую заменили. Вот она, говорит, короче, гудит. Надо, говорит, другую. То есть, мы свою заводскую сейчас ставим. И вот приехал к Наилю. По телефону позвонил. И здорово. Вот прям в прямом эфире я тебе стиваю. Привет, привет, привет. Собрал подшипники? Да. Все, у меня там такси ждет. Короче, вот Наиль. Вот у него магазин подшипники. Номер телефона вот оставляю. Прямо здесь вот, видите. Звоним, заказываем. Цены адекватные. Сам приезжаю. Правильно говорю? Все правильно. Все как есть, все по делу. Привет. Ну вот, привез о подшипнике. Давай, рассказывай. Что с той коробкой? Поставили ту коробку. Ну, здесь на месте крутили. Поддон скину посмотрел. Ну, вроде как бы все хорошо, все отлично. Поставили. Видимо, либо шестерни шумят, потому что только первые три передачи шумят. Четвертую, пятую, ну, я выехал, пробовал. Четвертую, пятую тишина. Первые три вообще еще хуже, чем на твоей коробке. Подожди, ты на ней выезжал? Да. Это поэтому у меня на госслугах штраф пришел. Я не успел, я до победы и назад. Давай. И, ну, приняли решение, лучше перебрать твою. Сейчас тебе новую. Заводскую, да? Да, заводскую. Вот заводская. Она с плохими подшипниками не так шумела, как та шумит. Сейчас новые подшипники поставим, и все будет отлично. Да, по валам, по шестерням, ничего? Вообще все хорошо. А задняя передача, вот у меня вылетает, и смотрел синхронизаторы, что там, почему? Да нет, так ты даже еще не это, не зализано, ничего. Я, между прочим, по гарантии то, что мы все меняли, как я помню. То есть все нормально. То есть ставим подшипники, да? И втыкаем. В принципе, нормально, не выработки еще ничего нет. Ну, я понял. Ну ладно, собираем тогда, да? Вот установили подушку третьей опоры, это вот так выглядит примерно. Ну и на раздатке, если посмотреть, в комплекте идут шпильки. Установим, теперь посмотрим. Все, сбор коробки произвели на хороших подшипниках. Вот это все заводские, которые стояли. Но мы поставили, на мой взгляд, хорошие подшипники. Дорогие, импортные. У нас только один, по-моему, какой-то. Вологда или Самара, там или Саратов. Не было такого. Да, просто не было. Собирается, в принципе, в умелых руках быстро. Последние штрихи. Сейчас дамажим и пойдем уже на установку. Ну вот, все, поставили раздаточку, коробочку. Воткнули. И как выглядит третья опора. То есть третья опора жестко прикручивается. И получается, раздатка у нас будет стоять с вами жестко. Раньше нагуляла. Вот. Ну, посмотрим, что с этого выйдет. Расскажу. Стоит, не стоит. У меня у самого сомнения всегда были. Но интересненько. Нашли один момент интересный. Давай, показывай. Вот он. Она открученная. И гремит. В нем, как будто там что-то лежит. Но это не лежит, а гайка открученная. Здесь гайка, скорее всего, открутилась. Вот он, болтается. Ну да. Вытягивается. Сняли. Гайка выпала. Это вот, ну, как бы, хороший серп-молот. И почему-то открутилась. Гайка без... Там на гайке же нету этих пластика, да? Никакого. Вообще, просто гайка. Сейчас на герметик резьбовой посадим. Благодаря, что закрученный, он и держался у нас. Просто на шлицах. Все, мои ребята. Все сделали, все прикрутили. Масло залили, сцепление поменяли. Третью опору поставили. Выехали. Вот, Александр сам за рулем. Тестируем. Я проехал немножко. Да, поставили палку вот такую, смотрите. С подлокотником. Удобно, как на Мерседесе. Одним пальчиком. Чинь-чинь-чинь. Рекомендую. Вот эта тема, блин. По сцеплению. Сцепление, как будто его нету. Настолько оно мягкое. То есть, в принципе, у нас сцепление было нормальное. Можно было ездить. Но так как мы купили и решили установить новое. Мы установили. Сцепление очень мягкое. К чем мы еще делали? По третьей опоре. По третьей опоре пока непонятно. На малых есть небольшой дисбаланс. Но чуть больше оборотов, когда, в принципе, все становится нормально. Ну, это или отбалансировать надо как-то по-другому. Да? Да. Вот. В крайнем случае, если не понравится, там болт один вытаскиваешь. Один болт выкрутился. Да. И едешь нормально. Едешь аккуратно. Да. Ручник. Эти тростики ручника тоже поставили. По крайней мере, сейчас у нас два колеса блокируются. А то блокировалось одно колесо. Да. Там один вообще переломился. Зажавел весь. Ааа. Вот. Что мы еще делали? В принципе, все, да? Мы сцепление поменяли, третью опору и тросики поменяли. Первое впечатление, конечно, по городу ехать. Ну, в принципе-то удобно. Да? Да. Ну, сцепление непривысенное. Очень мягкое. Очень-очень мягкое. Я катался на автомобиле коротком Эрст, который ездит. У него сцепление там, я не знаю, как будто в стену упираешься. С нашим сцеплением тут, конечно, вообще не сравнить. Не, они вот эти валю хорошие сцепления. Да. Поэтому дальнейшие выводы будут делать позже. Покатаемся. Немножко сцепление прикатаем по городу. Выжимной тоже, ну, все заменили. Теперь нету такого. Да. Еще самое главное, знаете, как получилось? Сейчас получилось то, что в машине стало намного-намного тише. Даже несмотря на то, что мы, когда машину купили новую, пригнали, все равно или выжимной, или на первичном что-то, где-то какие-то подшипники, я постоянно слышал. Мы сейчас и перебрали коробку. Да, мы же с тобой коробку перебрали. Поставили новые подшипники на коробку. Вот. Так коробка в багажнике лежит. Потом подумаем, что с ней делать. В коробке новые подшипники, новые сцепления, новый выжимной. Ну, скажу, красотень. Ничего не слышно. Едешь спокойно. Поэтому всем пока. Вот автосервис 56. Степана Разина. 207. 207, корпус 1. Корпус 1. Там красный Мерседес торчит. Вот Александр. К нему приезжайте со своими проблемами. Считать ошибки и прочее. Так что Александр вас ждет. Телефоны все указаны. Ну, а все тесты позже. Все будет позже. Все будет ясно. Все. Будьте здоровы. Всем пока. Вроде все написано. По толщине. Вот эти демпферы, конечно, надо будет проверить. Вариат трансмиссионной стуки. Из-за того, что слабые, вставляешь. Она вот так вот. Тык-тык-тык-тык-тык. В трансмиссионной стуки. То есть пружины должны быть хорошо стоять. И не должны давать люфта никакого. Поэтому мы потом проверим. Вот. Такие дела. Кто знает. Настоящие, не настоящие. Напишите. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тк-тык-тык-tк-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-t-k-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-ты